Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Дима Дмитренко сообщил новость о том, что на днях Рапунцель сама ему позвонила. Предложила встретиться. Они наладили общение и прекрасно провели время за периметром. А еще Диме звонил Андрей Черкасов. О чем они говорили и какое предложение поступило Дмитренко, пока неизвестно. Иосиф Аганесян решил поставить окончательную точку в отношениях с Сашей Черно, а она просит от него прощальное волшебство, однако Аганесян против этого. Сам он неровно дышит к Маргарите Овсяниковой, возможно у них получится серьезное отношение. В последнее время Роман Гриценко не перестает удивлять фанатов телепроекта ухаживаниями за Ольгой Бузовой. Парень продолжает верить, что ведущая рано или поздно поддастся его чарам и согласится строить с ним отношения, пусть и за периметром реалити-шоу. Сегодня стало известно о том, что Рома преподнес своей избраннице кольцо. Молодой человек хочет, чтобы у Бузовой была какая-то вещь, которая будет напоминать о нем. Поклонники телепроекта уверены, что Рома слишком далеко зашел со своими ухаживаниями и должен остановиться, ведь смотреть на это уже не интересно. Алиса и Мэри после ухода с проекта получили колоссальную поддержку от поклонников Дома-2 в социальной сети. Многие фанаты встали на их сторону, однако организаторы решили прояснить проблему и пригласили девушек на ток-шоу «Разбор», чтобы выслушать их оправдания. Вот только девчонки отказались приходить на съемки и отдыхают сейчас в Арабских Эмиратах. Марина и Роман планируют улететь в Сочи на новогодние праздники. Ребята хотят встретить первый Новый год на Красной Поляне. Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой с аудиторией в 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Инстаграм. Бузова оказалась на одну строчку выше Кардашьян, у которой 104 миллиона подписчиков. Интересная новость с сайта шлок. Валерия Фрост и Захар Соленко после ухода с проекта пытаются создать видимость, что нисколько не жалеют об этом. У них грандиозные планы на будущее, однако мало кто верит в это. В сети то и дело появляются слухи о Соленко, который в скором времени вернется на проект. Ну а пока парочка продолжает осваивать фотошоп и веселит общественность. Элина Камерен подала заявление в прокуратуру на отца своего ребенка Александра Задойнова. По словам Элины, Задойнов за год выплатил в качестве алиментов 25 тысяч рублей, что в несколько раз меньше установленного минимума. А еще Элина недвусмысленно намекает, что отец из Задойнова так себе. Бывшая участница Светлана Торбо сообщила, что ее избили антифанаты. Девушка сейчас лежит в больнице с гипсом на руке. Света написала «Спасибо, что оставили в живых». Жестокость обездоленных женщин поражает. Бывшая участница Мария Кохно рассказала, что наконец поставила точку в отношениях с бывшим супругом и официально развелась. Маша добавила, что после развода больше не будет бояться возвращаться домой, ожидая увидеть мужа в постели с другой, как это было с бывшим мужем. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok